Утром 12 ноября сотни одесситов пришли к главному управлению службы безопасности Украины в Одесской области, чтобы выразить свою позицию относительно вчерашних обысков в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова. Напомню, во время обысков нашли документацию, похожую на заполненные бюллетени для второго тура мэрских выборов. Правда, цвет псевдобюллетеней существенно отличался от настоящих экземпляров. По мнению политика его сторонников, это провокация, которую организовала нынешняя городская власть. И таким образом мэрия, по словам Дмитрия Голубова, передала ему привет за поддержку соперника мэра на выборах Николая Скорика. Они не смогли его снять по суду, так они начинают подбрасывать какие-то газеты, бумаги его сторонникам. Они пошли ва-банк. Они видят, что Скорик сегодня выигрывает. Они перепугались, что я рассылаю письма в его поддержку. У них истерика от того, что люди переходят на сторону Скорика, его поддерживают, потому что за ним реальные дела, за ним реальная работа. Люди это видят и знают. В свою очередь, лидеру Одесской организации партии «Оппозиционная платформа за жизнь Николаю Скорику» удалось зайти в здание Управления службы безопасности Украины в Одесской области и пообщаться с его руководством. Глава управления пообещал разобраться в этом инциденте. «Состоялся очень конструктивный диалог. Результат этого диалога следующий, что служба безопасности будет абсолютно объективно, во всяком случае такое обещание мы сегодня получили, разбираться в том инциденте, который произошел вчера. И будет действовать по словам начальника абсолютно непредвзятно. Мне очень хочется в это верить, и мы со своей стороны готовы на конструктив, потому что главная наша задача – это обеспечение совместно честных, нормальных, спокойных для Одессы выборов». Напомню, что уже в это воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов. Мэра Одессы отмечу, что в некоторых областных центрах второй тур мэрских выборов состоится 22 ноября.